Со всех концов Советского Союза собирались в Кремле депутаты. Завтра, 25 января, должен начать свою работу высший орган советской власти. Но произошло непредвиденное. 25 января заместитель председатель Совнаркома Куйбышев с утра работал в своем кабинете. Здесь бессонными ночами рождались планы первых пятилеток. В этот день он подписал последнее постановление о юбилее пионерского лагеря «Артек». В 14 часов 30 минут отказало больное сердце. Куйбышев скончался. Мы с ним прошли суровость лет подполья, года фронтов и стройки боевой. Вы являетесь выразителями того нового, творческого, что имеется в нашей эпохе, говорил Куйбышев на первом всесоюзном совещании ударных бригад. Он отдал нам всю мощь, весь ум, всю волю, железной, скромной, страстной, волевой. В самоотверженной работе партии и народа была частица и его энергии. Год назад на 17-м съезде Валериан Владимирович Куйбышев докладывал партии о планах второй пятилетки. Машиностроение является наиболее передовой и революционной отраслью промышленности. Она переобразует все народное хозяйство. Она является основой индустриализации. Можно ли в этих условиях говорить относительно напряженного темпа для машиностроения, которые взяты в пятилетки? Те темпы, которые мы взяли в пятилетки для машиностроения, являются предрешенными. Только они и дают основу и базу... Ему еще не было 47 лет. Он отдал всю свою жизнь, всего себя, делу рабочего класса, делу нашего героического народа.